Мадвеева Елена Павловна, Кемельская область. Вот ее письмо. Так, город Белово. Дальше я стер. Вот сейчас смотрите. Я, наверное, в общем, все как обычно. Побелка, обрезка, штамбы делала, от мышей спасала, дерево погибали. Ну, понятно, надо дерево уничтожить, чтобы спасти от мышей. Ну, вы понимаете, что это чуть ли не копия. Я бы говорил, что половина из вас тоже самое. Вот. Потом просельщущую форму сами прочтете. Я, допустим, не знаю от садовода, но Берске, Новосибирскому, вполне возможно, еще и селющийся по ходу. Потом у нее был шок, все дело неправильно. Думаю, что теперь делать с яблонями. Пусть теперь все как хотят. Так они вверх полезут, если их не прижимать. Родственники посмелись надо мной. Так, теперь опять начали связаться. Где-то видно абрикосы с персиками в Сибири. Я с приемным сыном, было жарко. Поехали куда-то. Я купил два мороженого, отдал ему. Говорю, вот, подержи мое, я сейчас на минутку. Вот. Я вот отлучился на пять минут, возвращаюсь, протягиваю руку, а у нее руки пустые. Говорю, где мороженое? Он говорит, я сюда съел. А мое где? Он руками развел. Говорит, растаяло. Вот. За пять минут. То есть, понимаете, да? Вот попробовал, не получилось, с руками развел. Ну, погибли. Ну, чего, должно быть так. Так, теперь еще момент. Мой родственник из Москвы прислал тоже косточки абрикосовые. У него в саду растут. А родом эти косточки якобы из Сибири. Здорово, да? Вкруг замкнулся. Так, теперь. Обычное дело. Алексей Виноградов. Привет, Алексей. Это, ну, это самое. Так. Больше мне просьба не присылать вот такие отзывы обо мне негативные. Сердце не выдержит. Ну, не могу я всех убедить. Я и так разворотил такое, это самое, гнездо с шершнями. Ужас. Вот. Я сейчас никуда не гляжу, никакой сайт. А вот то, что вы присылаете мне ролики, вот эти, где там, как садят кто-то, как, 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 это, учит кто-то. Мы их несколько уже с вами и тут разобрали. Ответ, спасибо. А вот садится обо мне. Вот. Я с тех пор не читаю ничего, не нахожу на сайте, с тех пор, как первое же было высказывание. Жалю завалет, как все в мире. Но тогда имелось в виду, что в Сибири не бывает ни абрикосов. То есть считалось в принципе, что там нет ни одного абрикоса, ни одной из сельевых. Про перчки речи нет. Вот. Сладкие груши. Вы знаете, когда я 35 лет назад посадил первые груши яблони, они продавались. Вот груши у меня все. У нас хуже всего было с грушами. Даже абрикосы, это ливийский, это бородич, это сорсников, это волшебники. Я просто развил эту тему. Вот. Такое, что привез, коллекцию увеличил, размер увеличил. Вот. Но это уже агротехника. А волшебники они. А с грушами было совсем хреново. Наши сибирские питомники продавали груши несъедобные, которые купил, вырастил, купил, вырастил. Как мои соседи делали. Попробовал и взял топор сразу. Вот. Сразу топор. Вот это было. Вот. А на тот момент, как стоила мне первая фотография, да вот та груша, видите, красавица, которую украл уже 20-30 сайтов. Вот. Скромные такие были. Да и тому не верю. Анна сладчайшая. И вот получается, что мы продолжаем с вами дружить, только не пришлаете мне, а я даже не стал смотреть. Только ваш заголовок прочитал. Вот. Теперь смотрим на ваш рисунок. Ой, фотографию, да? Значит, я на них так реагирую. Вот здесь у вас желание есть, чтобы не разорвало, а отрезать, да? Где-то в этом районе. Варианты есть. Второй дополнительный. Испытать какой-то сорт. Можно вот здесь вот. Допустим, если сорт неважный, но или вы еще не знаете какой. Вот здесь можно сделать прививку, например, вращеб. И пусть ждет, пока определитесь, явно молодежь определитесь, даст ей хорошие плоды вот это, основная ветка. А потом пока так отрезать и решать ее судьбу. Второй вариант. Вы убеждены, что это прекрасный сорт. Я говорю, не делаем ран, даже такой, даже не переплеваем. Второй вариант, он тоже жизнеспособный. Ну, выпрямите. Возможно, они, это просто сфотографировано с наклоном, а возможно, они так и растут криво. Вот. Бить колья, выпрямить. Обе, обе, обе. А потом, мой первый опыт был такой. Я на заводе достал канат размером с мою, вот это, запястье толщиной. Вот. И когда у меня, у меня были вращеб, не вращеб, а толстые пни, я привил в эти, как тогда учили, самый распространенный способ, то есть под кору пень, отрезать пень, и под кору вставляется с четырех или шести сторон. Вырастил, а я думаю, он сейчас рухнет. Так, канатом обвязал. Неплохой способ. Так. Вот здесь очень трудно ответить. Человек очень дотошно поступил, еще один автор. Вот. Есть такое понятие. Вот, допустим, у него готово саженство. Если он в них уверен. Уже посадил, и уж из стад, или там не так, стоят, это редко бывает. Ну, допустим, из десяти девять, то почти наверняка будет расти, и не замерзнет, и будут всегда. Если так, вопрос именно так стоит, что уверенность, надежность. Вот. Тогда, конечно, вы можете посадить. И через пять метров. И это будет, скорее всего, нормально. И груша, и яблоня не рослая. Персики. Господи, уже ветер, чтоб персики садить. Ну ладно, персики пропускаю. А абрикосы. Такие же рослые, как яблоня. Абрикосы задавили яблони. Их уже за все время, за все годы с десяток пришлось выпилить. Абрикосы еще мощнее. Тогда получается, тогда наоборот, пять на пять. Но это еще прямо, это еще присказка. Вишни, смотря какие. Стамбовые тоже мощные. Ну, хотя бы четыре метра между ними. Черешни тоже мощные. Тоже, допустим, четыре. Сливы, они, как правило, поменьше. Все-таки росточка. Ну, пусть будет три. Вот. Но это получается так. Это в идеале. А потом начинаем вспоминать. Где вы живете? Знаете, сколько у нас холодных весен и некому опылять? Вот как последняя весна. Я до сих пор не могу понять, откуда такой урожай абрикосов взялся. Когда, да, было яблонь, было мало в этом виду. Груш было мало. Слив не было. Мы привыкли к этим рекордным урожаям. Их было относительно мало. Вот. И все шло к тому, что это только абрикосы. Я ничего понять не могу. Как получилось. Ну, в принципе, наверное, потому что у них свои особенности. Назовем их морфологическими. Ладно. Или генетическими. Но это все еще присказка. Теперь смотрите сюда. Большая часть России. Я, заметьте, я умудрился не посмотреть, а потом и встал. А где вы живете? Ко мне же пишут из это самое. Из Андессы, из Сочи, это. Кубань, Ростов, Астрахань. Вот. Это все юг. Правильно? Ну, ладно. Вот это пойдет. Даже, может быть, еще и надо шире. В Сибири, я говорю, посадите два раза гусь. То есть, чтобы было, допустим, два-три метра между деревьями. А между деревьями пусть так же. Даже не пять, а четыре метра. Как правило, речь не идет о механической обработке. Тем более, я уже запрещаю перекапывать почву. Остается что? Остается бензокоса или литовка по старинному. Вот. И все. Тогда получается, что раз тракта там не будет ездить, пусть будет четыре метра. То есть, два на четыре. Прорядиться успеет. А уж если вы садите вообще с косочек семечек. Или вы когда берете эти самые, покупаете по почте, да еще неизвестно у кого. Ну, там проще. Там сразу. Там садите, надо сразу выбрасывать. В общем, примерно вы поняли. Невозможно определиться. Невозможно спланировать. Мой совет. Не планируйте. Посадили через два метра. Это Сибирь, Урал, Дальний Восток, север России. Допустим, через два метра. Где-то погиб, получится четыре. Где-то погибло два подряд, получилось шесть. Тогда между ними воткнете шесть. Это огородка для дачного сада. Пусть будет, еще воткнете один посередине. Вот это пустого места получится через три. А то, что получится некрасиво, где-то четыре, где-то два, где-то три, да плевать на это. Вот. А почему плевать? Еще сто раз показывал, еще покажу. Почему? Потому что есть такое понятие – кочущий питомник. К Сергею Валерьевичу мы подготовим эту тему. Так, идем дальше. А, снова, я еще не успел им ответить, он опять письмо прислал. Так, яблони с яблонями. А, теперь получается, яблони с яблонями. Да, конечно, яблони с яблонями, с грушей, с грушей, с вишнями. Иначе как, тоже пыли-то. Вот. А перемешку, ну, конечно, есть… Опять идеального не бывает. Вы правильно пишите. Семьи, напыление будет лучше. Да, лучше. Но, когда у меня получалось, это, кочущий питомник, на одном ряду получались яблоны, на втором грушу, на третьем абрикосах, получалось все перемешку. Там другой способ действия. Там, например, абрикосы практически не трогает тля. Летит себе тля с грушками, не это, не подозревайте муравьеву. Ну, где-то надо отложить яйца. Или как это, личинки. Вот она летит, вот. А уже, у неё уже запах, она чует. А это запах абрикоса. Э-э-э, нет. Облетит абрикос за одним яблоном. Я заметил, в сверхнем саду всегда меньше тли. Ну, и другой пакет тоже меньше. Ну, вот так коротко. Вот. А ещё. Тут у вас получается как? Я зачем-то здесь... Вот эти... А, можете кто вместе... Смотрите, тут Павел Троценко нашёл мои фильмы, не мои фильмы, нашёл передачу, которая снимала Кировское телевидение у меня за прошлый год. В шестнадцатом, по-моему, году. В основном в Персике. Ну, и много чего другого снимала. Вот. Прислал, спасибо. Я даже не знал, что они есть. Поэтому я, во-первых, если меня смотрит Сергей Паченко, просьба вырезать отсюда... А тут не только моё. Знаете, как бывает. Тут я учу, как ничего не делать, а тут заучат какой-нибудь ряд химикат, что-нибудь там это. Ну, реклама с рекламой. Просьба вырезать из этих фильмов, из этих передач телевизионных То, что касается именно моего сада. Нашего с Сергеем сада. Вот. Это Паченко. А вас просто прошу посмотреть. Здесь наиболее много интересного. Это свежак. Потому что я понятия не имел. Только из черв фильма, только один я видел до этого. Вот. Теперь. Это намёк. Когда вы будете смотреть особый фильм, тот самый... Я взял... То есть я ещё думал, буду ли я вам показывать, что показал. Приготовил вот такой вот абзац. Простите только. Вот. Мальчика мы теряем. А вот это и есть тот самый мальчик, который мы не потеряем. Вот. Смотрите сюда.